Вчера ночью один из самых новых символов Екатеринбурга подвергся двойной атаке нечистых на руки посетителей и снова, как это было уже в короткой истории длинного небоскреба Высоцкий, злодеи зашли через самое слабое место мужской туалет. Первым пошел на дело, точнее пошел на мыло, полноватый молодой человек в очочках. Покинув кабинку с сшитоприемником, где интим и приватность в плане видеонаблюдения все же уважаются, он не чтобы помыть свои шаловливые ручонки так грязно надругался над помывочным хозяйством. В первом умывальнике вытащил емкость с жидким мылом и элегантно ее прикарманил, а дальше его мыловоренный промысел кончился. Отломился дозатор и, чтобы не залить карман, он предпочел оставить вторую добычу на месте, так и ушел с мыльцем в пушку. Если кого-то не покидает ощущение дежавю при просмотре видео с пораженным вирусом мылодефицита человека, то вы абсолютно правы. С этого же ракурса только полтора года назад было снято грехопадение в туалете бизнесмена Ефима, приехавшего и уехавшего на дорогущем рейнджровере. Он не торопясь упаковал добычу в сумочку, тоже недешевую, и был таков, а мы потом об этом рассказали и все показали. И надо же, бизнесмен Ефим тогда нашел в себе мужские силы, получив отлуп от жены дома, и публично покаялся, приехал в Высоцкий, привез с собой извинения и смешной отмаз, мол, простите, был пойман на слабо, на спор меня дурака развели, больше так делать не буду, вот ваше мыло, почти ничего не успел потратить. Только в эту ночь, вслед за вором, любителем пенного, мужской уборной небоскреба довелось пережить еще и вандала, который зачем-то навалился на носик умывальника, словно проверяя его на прочность. Она выдержала, но уже выходя, тот услыхал, как она все ж рухнула замертво. Попытался реанимировать, да где там. Тоже смылся, после того, как помылся, в отличие от вора. Теперь ждем, хватит ли у них духу, публично покаяться, как хватило бизнесмену Ефиму, или так и останутся с несмываемым позором на их несигинах. Субтитры сделал DimaTorzok